Доброе утро, дорогая Церковь, народ Божий! Сегодняшнее мое, так скажем, обращение хотелось бы назвать «Проповедуй себе без устали», то есть проповедуй себе постоянно. Проповедуй себе, невзирая на время, проповедуй себе, невзирая на твое состояние, проповедуй себе, невзирая на все те события, которые происходят вокруг тебя в жизни. Часто мы в большинстве своем чем-то заняты, постоянно. Кто-то занимается каким-то рабочим процессом, кто-то занимается детьми, кто-то находится дома, кто-то несет служение, кто-то больше занят в служении, кто-то с утра до вечера, кто-то готовит проповеди. Мы постоянно в жизни чем-то заняты. Она забирает у нас наше время, забирает наш ресурс. Чем бы мы ни были заняты, мы тратим на это время и тратим на это силы. Время от времени тратим это на наши финансы. И как вот в этом всем процессе, так скажем, остаться трезво духовным, как в этом всем процессе остаться с пониманием того, кто есть Бог, как в этом всем процессе время от времени напоминать себе о том, что нас ждет, о том, что небо близко, о том, что мы пришельцы на этой земле и странники, и мы граждане неба. И Петр очень интересно, когда призывает к святой жизни свой народ, ну, народ, который тогда опять же находился в рассеянии, и вот одно из его изобращений, и в 13 стихе, 1 Петра, 1 глава, 13 стих написано «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». И потом он приводит пример с детьми, что будете послушны, как дети, подражайте Богу, как Он свят, потому что вы святы, и жизнь ваша будет святой, и жизнь ваша будет святой, как результат этого. Но начинает он с того, что припоясав чресло ума вашего, бодрствуйте, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Почему он припоясав чресло ума вашего? Одежда раньше, и сейчас тоже мы часто заправляем рубашку, футболку, в зимний период времени, в осенний, в лето, может быть, не так заправляемся. Раньше одежда была еще более длиннее, и когда одежда не заправленная, то она мешает при ходьбе, надо приложать больше усилий. Если брать военное время, то тем более. Ты должен быть по максимуму укомплектован, по максимуму должно быть все заправлено, там будет висеть поезд, на поезде еще будет военное оружие, и тебе надо быть мобильным. И по этой причине Петр говорит, что, слушай, чресла ума должны быть заправлены. Ты должен быть в порядке, ты должен быть в тонусе. Но что я должен, как я должен заправляться, и чем я должен припоясаться? Уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. То есть, верьте и напоминайте себе время от времени о том, что Иисус придет. А в том, что благодать Его в жизни сегодня уже проявилась, и она откроется еще больше с каждым днем. Другими словами, Петр говорит, проповедуй себе небо, проповедуй себе Евангелие, проповедуй себе Христа распятого. Я хотел бы просто призвать сегодня каждого из нас, чтобы мы не переставали проповедовать себе. Если мы перестанем проповедовать себе, первое, мы перестанем жить небом, второе, мы не будем иметь силы, и третье, нам нечего будет сказать людям, которые возле нас. Так что пусть Бог благословит нас время от времени проповедовать себе Евангелие, напаивая душу свою, успокаивая дух свой, давая возможность уму нашему отдыхать и понимать, что есть вечность, понимать, что есть небо, понимать, что есть Тот, Который сильнее всего и выше всего, понимая, что в моей жизни есть Иисус, Который ведет меня по жизни и никогда меня не оставит. Проповедуем Евангелие и расширяем Царство Иисуса Христа на земле. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok